всем привет сегодня на обзоре карамбит от fn grow модель 1691 и куплен он на али это мой третий карамбит первый был вот такой приобретенный для открывания каких-то коробок но он очень тупой сталь пластилин здесь и следующий вот этот вот который я тоже скоро выставлю на обзор не китайцы прислали с отломанным острием вот речь сейчас не о них а об этом изделии которая мне понравилась первую очередь из-за того что это реальный боевой карамбит или керамбит наверное будет правильно по-русски и чем мне меня привлек в первую очередь потому что на али огромное количество просто масса разных керамбитов продается именно потому что у него двухсторонняя за . хотя на фотографиях на сайте продаж честно говоря было видно только то что за . имеется на обухе ближе к центру симметрии клина серрейторная вот этой вот плей новой заточки по остальной части обуха сходящемуся кострию я не заметил этого на фотографиях заметно не было тем не менее этому еще более рад потому что при этом он превращается полностью полноценное боевое орудие длина у него 94 миллиметра честно говоря я даже не знаю как правильно мерить длину карамбитных лезвий но я замерил конечно вот штангенцирклем вот упора вот этого выступающего плашки до до острия как-то вот так это у меня получилось вот и толщина в обухе 4,7 обух очень толстый лист металла взят очень внушительной толщины обработка самого клина и отверстие сделано очень качественно фасы фасочки здесь нет и без претензий обработка клина это травление или как называют из-за этих трех насечек видимо китайцы считают или предлагают его на сайтах продаж как какую-то модель от страйдера честно говоря я у них на сайте не нашел может какая-то уже имеется модель снята из производства может кто знает и мне в отзывах подскажет плашки сделаны из я так полагаю тут же 10 до по текстуре тут же 10 очень гладкая без каких-то зацепок текстура с 3d оформлением с такими фрезерованными выпилами так то можно назвать очень хорошо сделано закругление по выступам и изгибом подпальцевых выемок плашки разборные на таких внушительных размеров торксах наверно девятка скорее всего с этой стороны можно использовать как упорный инструмент какую-то специальную отвертку он очень острый что такое когда я говорю про нож он очень острый и показываю рез он почему-то отказывается хорошо резать и это уже не первый раз обратная часть тоже довольно острая вот как-то так ножны кайтекс с ременной клипсой смонтированный по дефолту как это у китайцев я так полагаю повсеместно уже на данный момент принято для стандартного керамбитного хвата для левшей то есть с левой стороны для правшей то есть для меня ее придется перемонтировать зеркальным образом ну и для конечно вертикального ношения для горизонтального нужно клипсу точно также переворачивать на 90 градусов открывается она нажатием этой кнопки после чего она может сдвинуться сдвигается она как-то не очевидно и больше не нажиматься то есть она фиксируется вынимается он из ножен довольно таки удобно мягко можно его нажатием большого пальца и или же сейчас конечно таким углом не сложно будет показать вынимается довольно мягко довольно быстро то есть как данный экземпляр именно мой экземпляр как для как инструмент для самообороны подойдет очень даже неплохо вы знаете когда берешь его в руки называют он ощущение реально какого-то орудия убийства из каких-то фильмов с участием тони джа и других индонезийских или малайских актеров особенно то что он имеет две режущие кромки как на прямой порез так и на обратный свип конечно же я обратил внимание сразу на вот эти выступающие части плашек которые очень острые необработанные и они просто вот чувствуются пальцем как довольно даже острые и агрессивные в этом месте они гораздо менее острые но точно так же немножко особенно и с этой стороны плашки с этой плашки с этой стороны обработка не помешает в остальном и целом нож очень качественный 23 евро он обошелся мне с доставкой вместе с бесплатной доставкой вот я этим очень и очень доволен в нидерландах такие ножи несмотря на то что это керамбит и угол острия по отношению к оси симметрии клина не позволяет наносить колющие удары такие ножи с обоюдоострой заточкой у нас носить на кармане запрещено ну а в россии или где нибудь еще бывших странах бывшего совка например он может быть вполне использован для повседневного ношения в целях самообороны ну и так же чтобы перед кем-то попонтоваться очень комфортно он лежит в моей ладони просто как будто он для нее создан палец продевается в отверстие средне безымянные кладутся в большую под пальцевую выемку мизинец кладется в меньшую при этом еще остается совсем немножко места до пятой клинка и хват при этом очень и очень комфортный из-за того что как видите рукоятка она имеет практически бачкообразную конструкцию по толщине то есть она удобно ложится в руку и ее очень удобно обхватывать она полностью заполняет ладонь она не вызывает ощущение того что что-то плоское в руке лежит что-то то что схватывается не очень плотно это рукоятка лежит просто как должно быть ну на этом наверно все я побросаю ссылки в комментарии в описании вернее где вы можете этот керамбит сепь тоже перевести по желанию вот я потом добавлю конечно в это видео вторую часть с обработанными плашками очень классная вещь мне она очень понравилась за эти деньги что я заплатил это просто великолепное приобретение страйдер это или нет мне совершенно не важно я очень и очень доволен сталь здесь заявлен D2 возможно что так оно и есть даже если какая нибудь 7хром 13 нет совершенно нет плевать потому что само изделие просто оно выглядит шикарно с ним можно сниматься в каком-то боевике на этом на сегодня все спасибо и до следующей части пока ну вот я переставил кобуру для себя как для правши и в итоге нашел что единственное наверное эргономичное положение позиция кобуры на поясе на ремне будет над правым карманом ориентированно когда кобура будет соответственно вертикально вверх это удобно для резкого выхватывания керамбита с продеванием угадательного пальца в кольцо и одновременно нанесением допустим какого-либо секущего удара практически в одном движении примерно таким образом или если этот удар будет нанесен снизу вверх тогда это будет просто единственным движением вот таким примерно образом но тогда конечно должна цель находиться в непосредственной близости от вас чтобы позволять находиться на расстоянии вытянутой руки для удобства нанесения ударовами по этому объекту кто-то может сказать что я рассматриваю например другую позицию в качестве наиболее удобной ну например возможно позиция вот такая еще как вариант почему нет для выхватывания допустим указательным пальцем за кольцо стягивая его вытягивая из кобуры его вниз и потом в воздухе он будет перехватываться и наносится удар но при этом теряются лишние секунды я бы сказал и все таки это положение оно не очень эргономично но я бы все таки предпочел а вот отломалась отломилась накладочка она вывалилась просто ограничитель который позволяет надевать кобуру на ремень любой ширины хоть брючный хоть очень широкий джинсовый хотя насчет очень широкого я бы все таки поспорил потому что вот этот вот просвет мне он не кажется уж слишком широким конечно можно еще и эту туда получится совсем большой просвет и что при этом получится на этих джинсах на этом ремне он будет совершенно свободно ездить что впрочем не составляет какого-то неудобства и можно будет его таким образом точно так же выхватывать удобно вертикально вверх наносить секущие удары мне лично немножко не хватило бы вернее удобнее было бы если бы кобура располагалась пониже хотя бы сантиметра на 3 ну а то и на 5 чтобы вот это движение было гораздо более естественным в локтевом суставе а так как бы рука уже согнута в локте и при этом еще и нужно ее весь этот рычаг приподнять мне кажется что было бы удобнее если бы кобура была пониже лично для меня но к сожалению это в данном данной конструкции когуру сделать невозможно потому что клипсы ее отверстия располагаются так что кобуру опустить ниже не получится ибо отверстий в ней слишком мало ну разве что просверлить придется ну вот как то так я рассматриваю вариант ношения как наиболее эргономичный и экономичный в смысле драгоценных секунд вот так еще немного остановлюсь на самом изделии как таковом потому что есть моменты которые я почему-то в первой части данного обзора вначале забыл упомянуть и это касается выборок выточек серрейтерного кажущегося похожего на серрейтер типа в месте которые могут быть очень хорошим чойлом хотя и без чойла здесь можно обойтись но зачем эти насечки я даже не знаю палец на них попадать вряд ли будет и использоваться это место тоже наверное не будет никем но просто непонятно зачем эти насечки сделаны потому что как какой-нибудь belt cutter они довольно таки тупые но самое большое недопонимание у меня и претензия это к вот этим вот выборкам который даже не серрейтер а такой дабл серрейтер потому что они совершенно симметричные заточки выполнены на обухе где могла бы располагаться очень хорошая площадка для упора большого пальца для удобства как бы обеспечения надавливания при каком-то более менее силовом резе вместо этого здесь зачем-то сделаны вот эти вот непонятные выборки при том что для большого пальца остальна по сути только вот такая непонятная форма трапециевидная как будто наковальня сверху сверху да площадочка для большого пальца который может палец также соскальзывать вперед на этот серрейтер и травмироваться довольно таки жестоко я так вижу не очень понятно это решение было бы совершенно без всяких выборок обух даже не имел бы насечек потому что здесь они особо-то и не нужны при такой толщине клина если не ошибаюсь 6 миллиметров вот также я как и собирался сделать сделал обработал вот эти вот места плашек потому что режущие края вот этих вот выступающих частей меня очень раздражали и вызывали как бы дискомфорт в общем-то механического свойства даже я это все обработал как оно получилось я думаю что довольно таки неплохо главное симметрично и в заключение об эргономичности я обнаружил что все-таки при стандартном керамидном хвате при просовывании указательного пальца в отверстие центр масс все равно располагается ближе к вот этому болту скрепляющего плашки и для меня я заметил обнаружил что при моей небольшой ладони вот такой хват кажется наиболее эргономичным и при этом клин вообще и изделие полностью не ощущается в руке нет никакой в ладони как будто избыточной массы а масса здесь на самом деле довольно таки существенная я просто чувствую что гранд 200 есть в нем при всем этом при продевании пальца в кольцо основная масса располагается наверное уже больше в этой части и при этом чувствуется дисбаланс и он ощущается как гораздо более тяжелый чем если бы хват был без использования кольца то есть вот такой может быть для чьей то более широкой ладони у кого мизинец будет доставать аж до чойла это будет не так заметно в любом случае это очень хорошее изделие как керамбит это мой по сути как я уже объяснил первый потому что еще были другие более мелкие которые за керамбитой считать нельзя потому что это просто небольшие бытовые приспособления для разрезания коробочек а как полноценный керамбит в смысле того что он может использоваться как полноценное боевое оружие учитывая его кинжальную заточку двухстороннюю полусерейтер еще на обухе выполнен он очень качественно я не знаю что за прототип был использован тем не менее это изделие само по себе очень классное и мне оно очень нравится я как вам уже говорил в первой части обзора оставил несколько ссылок на продавцов в описании кому понравится кто захочет может себе приобрести и на этом наверное я обзор заканчиваю до следующих обзоров на сегодня с керамбитом все пока